Не путать с Ливонским крестовым походом Ливонский поход на Русь Военная кампания 1240-1242 годов рыцарей-крестоносцев Ливонского ордена, проведенная с целью подчинить земли Пскова и Новгорода Римской католической церкви истоки конфликта. Конфликт между новгородцами и рыцарями ордена зародился еще в 1210 году, когда рыцари напали на эстов. Походы новгородцев против ливонцев в 1217-1219-1222-1223 году не дали результатов. В 1224 году рыцари захватили Дерпетэ. Вскоре после захвата Дерпта у Псковичей и новгородцев произошел конфликт. Псковичей, боясь того, что Новгород подчинит их себе, отказали новгородцам в помощи в борьбе с рыцарями. Вскоре раскол произошел и среди новгородских вельмож. Изгнанные из города знатные люди захватили, объединившись с рыцарями из Борск в 1233 году, но вскоре были изгнаны из города псковским войском. Спустя год Ярослав Всеволодович Новгородский совершил ответный поход на ливонские земли, опустошил окрестности города Денпи, одержал победу в сражении на Амовже и заставил ливонцев подписать мир. В 1236 году в войне с Литвой погиб великий магистр ордена меченосцев Валквин фон Винтерштайн. И папа римский Григорий IX дал согласие на объединение ордена меченосцев с Тевтонским. Магистром ордена стал Герман фон Балк. В декабре 1237 года папа Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединенного ордена договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов. Русские земли в эти годы были ослаблены монгольским нашествием. Первый этап 1240-1241. В июле 1240 года шведскими военачальниками Ярлом Биргером и Ульфом Фасси была предпринята попытка вторжения в новгородские земли под предлогом «истребление язычников». Починив до этого племена Сумиен, шведы верили в быструю и легкую победу над русскими войска, которых были разбиты монголами. Однако князь Александр, не запрашивая помощи из Владимира и не собрав даже все новгородское ополчение, успел перехватить шведов в устье реки Жоры. Левого притока Невы, состоящий из новгородцев и ладожан войска Александра 15 июля 1240 года неожиданно для шведов атаковала их лагерь. Шведы были разбиты, это событие вошло в историю под названием «Невская битва». Александр получил прозвище «Невский». Уже в августе ливонские рыцари захватили город Изборск, разбили псковичей на подступах к городу и начали осаду. Рыцарям удалось подкупить псковского посадника Твердилу и тот открыл им ворота города. Псковичи пытались сопротивляться, но, потеряв воеводу Гориславича, сдались. В городе были посажены два немецких наместника. Завершение похода. Ледовое побоище. Зимой 1240-141 годов новгородцы выпроводили Александра к отцу, от которого он принял Переиславль-Залесский. В 1241 году немецкие рыцари возвели крепость Копорье, где хранили все свои запасы. Орденские рыцари собирались идти на Новгород. Они взяли город Сесов, грабили новгородских купцов, разорили земли на реке Луги. Новгородцы, опасаясь разделить участь псковичей, отправили послов к Ярославу за князем. Ярослав предложил им Андрея, младшего брата Александра, но новгородцы настояли именно на кандидатуре Александра. Александр вернулся в Новгород. Новгородское войско под его предводительством заняло Копорье в 1241 году, а ранней весной 1242 года овладело Псковым. После этого Александр принял решение провести ответный поход во владение ордена. 5 апреля 1242 года на льду Чуцкого азера произошла одна из самых известных битв в истории Руси, получившая название «Ледовое побоище». Русские понесли серьезные потери от главного удара противника по центру, но затем нанесли удар конницей с флангов и тыла, что принесло победу. По условиям мира орден отказался от всех своих последних захватов. Ливонские вторжения прекратились на 11 лет. Итоги похода. Немцы отступили от Пскова и Новгорода. По условиям мирного договора ливанцы обязались вернуть Новгороду лугу, лет голу землю водить. Новгородцы не дали немцам продвинуться из Прибалтики на восток. Победа имела большое значение для истории Руси.